Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим об открытии летнего сезона проекта «Мой спортивный район» в Москве. У нас в студии тренер по футболу и баскетболу Никита Цебулевский, активная участница проекта Ирина Бродская и большой фанат футбола, музыкант Валерий Ярушин. Никита, Ирина, Валерий, добрый день. — Никита, у нас в стране футбол, ну, может быть, еще и хоккей — это народная игра. Наверное, отбоя нет, желающих заниматься с вами? — Да, совершенно верно. Может быть, погода вносит некоторые коррективы, но люди всегда готовы прийти к нам на тренировки. — А как давно вы тренируете в рамках проекта? — В рамках проекта я как тренер работаю с самого начала. — Количество желающих увеличивается год от года? — Конечно, конечно. С каждым годом нам приходится больше и больше мест делать на каждую тренировку и больше локаций. — Сколько раз в неделю проводите вы тренировки? — Чаще всего тренировки у нас проводятся трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, в зависимости от направления. — Вы сами с детства занимались? — Конечно, да. — Именно футболом? — Футболом нет. Футболом не сразу. С самого детства я был сначала пловцом, с игровыми видами спорта уже познакомился более плотно, так сказать, непосредственно уже в школьных стенах. — А в футбол у нас играют ведь не только мужчины, как я понимаю. — Девушки приходят к нам на тренировки, и некоторые показывают очень хорошие результаты, могут дать фору некоторым мужчинам. — А у вас смешанные команды гендерные? — Да. У нас на тренировках смешанный формат, потому что приходят как и мужчины, как и девушки, так и дети даже. — Ира, а вы где, в защите, наверное, все-таки, да? Как девушка играете? — Я в нападающей. — Вы в нападении играете? — Да. — А почему выбор такого вида спорта? — Я просто смотрела на парней во дворе, на мужчин, которые играют по телевизору какие-то матчи, и думала, что это очень легко, что я выйду на поле, обязательно забил голы, но все оказалось не так, все труднее оказалось. Но интересно, это было очень интересно. — Ну а как давно вы тренируетесь? — Около пяти лет уже играю. — Что за результаты достигнуты? — Ну результаты очень серьезные, сейчас уже 80% вообще моей жизни крутится вокруг футбола, моей команды. — Какие соревнования, турниры? — Да, турниры, чемпионаты. — Подробнее, где вы участвовали, в каких турнирах? — У нас мини-футбол — это летние тренировки и игры по выходным. Однодневные турниры, двухдневные. Участвуют 10-12 московских команд, 6 на 6. Но это очень хороший уровень, обязательно призы. Это кубки, медали. То есть это очень весело. Это сообщество свое, своя атмосфера. — Средний возраст ваших подопечных каков? — Я бы сказал, 30-35 лет. — Валерий, а вы как давно футболом занимаетесь? — Ну, если можно сказать, наверное, с юношеского возраста, когда я стал заниматься в секции скоростного бега на коньках в Челябинске. Вот вы знаете, что в Челябинске, если сказать скоростной бег, сразу вспоминается Лидия Скобликова. Это знаменитая олимпийская чемпионка. И вот секции были просто переполнены. И я пришел, все-таки попал в секцию «Спартака», вот, и стал заниматься коньками. Но самое интересное, что до занятий у нас было обязательно что-то такое спортивное, типа футбола. Вот были иногда бадминтон, но самое главное, футбол остался как тренировочка. И вот это я, конечно, безумно любящий футбол и смотреть, и когда я играл, у меня просто возвышенные чувства. Ну что такое для музыканта? Это, в принципе, тоже вот соревнование такое, вот, оно захватывает очень сильно. И вот когда я стал вообще членом команды «Спартака» по футболу, вот это у меня была большая победа, можно сказать, когда мои музыканты приняли меня. Вы также, как Ирина, в нападении? Да, да. То есть вас команда «Спартака» пригласила, и вы сразу вышли на поле? Да, да, конечно, конечно. А вот вы, Никита, как долго вы готовите? Через какое время вы можете выпустить на поле игрока? Это все касаемо относительно индивидуальных особенностей, конечно, человека. К нам на тренировки приходят люди как совершенно, которые ни разу, так сказать, не трогали мяч, только видели его издалека, так и люди, которые уже более-менее подготовлены, и техники пасов и ударов у них уже оточены. Даже мальчишки, которые во дворе уже играли, приходят и иногда помогают мне обучать остальных людей. А к вам приходят в своих кроссовках или у вас там выдается форма? У нас в основном все приходят в своей форме, при необходимости, когда мы уже играем непосредственно команду на команду, мы выдаем манишки. Ну, то есть приходят люди, я так понимаю, что очень разного уровня и спортивной подготовки, и знания предмета, и возраста. Вы их как-то разделяете? Есть какая-то селекция или они у вас все вместе тренируются? Разделение в основном, скажем так, идет больше всего непосредственно, когда игра команда на команду уже в конце тренировки. А, как говорится, повторение мать учения, поэтому после начала тренировки и разминки все приступают к технической части, к изучению элементов, вот, поэтому здесь уже, скажем так, все вместе тренируются. А как часто вот матчи происходят, потому что все-таки отрабатывать технику и тренироваться, это, мне кажется, что не так увлекательно, как непосредственно соревноваться? Конечно, конечно. Отрабатывание техники не носит такой яркий характер непосредственно, как сама игра, как сам матч. Но я доношу людям то, что чем лучше они овладеют техникой футбола, тем они смогут более хорошие результаты показывать непосредственно в игре. А хороший результат, как мы все знаем, больше удовольствия приносит. Никита, а вы зимой чем занимаетесь? Что преподаете? ОФП и фитнес-тренировки. Вот, а игровые виды спорта летние зимой меняются на зимние. Также, как бы, идет преподавание на коньках, на лыжах и на других зимних видах спорта. А вот команда Старко, она функционирует в каком формате? То есть время от времени вы соревнуетесь с другими командами или у вас тоже бывают тренировки? Да, конечно. Ну, безусловно. Во-первых, это формат такой, это футбол-концерт. Два тайма по 35 минут, потом часто стоят колонки уже на футбольном поле. Извините, по 35 минут? На трибуну, да. И после матча сразу идет концерт, и каждый исполняет два своих хита. Да. У нас от 16 до 80, у нас нет такого, что вот играют только молодые и так далее. Ну, то есть это наполовину, это даже, скорее всего, ну, как вам сказать, ну, такой спектакль, что ли, юмористический, будем говорить. Всем интересно. Вот я его видел, бабочка, и вдруг вот он, смотрите, у меня в спортивной форме играет и так далее. Ну, вот у публики такая, вот такой интерес. А кто из музыкантов сейчас играет? Ну, Витя Зинчук очень хорошо играет в фигурист нашей Илья Авербух. Ну, самое смешное случилось недавно с Михаилом Боярским. Мне тренер сказал, так, замени, пожалуйста, Боярского, вот он сейчас уже минут семь. Он выходит, мы так вот стучим друга, а я смотрю, он в шляпе играет. Ну, конечно. Ну, это потрясающе. Это здорово было просто. Никита, вот в команде Старко от 16 до 80, а у вас вот от скольки до скольки занимается? У нас в проекте сейчас 10 плюс идет ограничение. Вот у вас самый, скажем так, возрастной игрок, это сколько лет? Самый возрастной игрок, если мне не изменяет память, был возраста 68 лет. Вы в одном районе в каком-то тренируете или вообще по всей Москве? В зависимости от сезона, вот сейчас тренировки проходят именно на партизанское 22. А так, локаций, конечно, у моего спортивного района много. Проект расширяется и количество площадок увеличивается. Ирина, придете к Никите? Да, с удовольствием. Я занимаюсь сейчас Гальянова, и у нас тоже там, конечно, разного возраста ребята. И от 18 тоже где-то, да, 60 плюс, я думаю, так. Ну и всем весело, никто не думает о возрасте, никто не думает о времени, все просто получают удовольствие. Ира, а у вас как команда называется? У меня сейчас новая команда, вот. У нас пока нет какой-то определенной кричалки, потому что мы вот только что собрались по-настоящему. Вообще частая смена команды – это нормальная история, потому что девчонки приходят, кто-то уходит, кто-то создает свою команду сам. И вот вообще, что касается посещения тренировок, да, моего спортивного района, я часто слышу, что девчонки не знают, где познакомиться с парнями, не знают, где, да, устроить какие-то встречи или там, как привлечь внимание. Вот мы играем, постоянно за нас выходит вот весь район там парней, мужчины, все за нас болеют. То есть это постоянный движ, это постоянно какая-то вечеринка нескончаемая, поэтому мы просто не успеваем скучать. Вот, мы просто веселимся и получаем эту игру удовольствие. У нас любительская игра. То есть даже если мы проиграем, мы любители. Никита у нас профессионал. Никита, у нас в студии два нападающих сейчас. Вы как профессиональный тренер, что это можете им вот посоветовать, порекомендовать? Не опозорив их. Давайте, да, ну, конечно, давайте приступим к нашей небольшой импровизационной тренировочке. Разбираем мячи, встаем справа и слева от меня. Давайте, первое, маятничек такой легенький поделаем. Его можно делать как шагом просто. С одной ноги на вторую вы перебиваете мячик. Либо же делаем немножко уже ускоренно, да, когда признакомились. Начинаем поднимать уже, получается, отрывать стопу от пола. И потихонечку, потихонечку начинаем увеличивать темп. Окей. Давайте теперь перейдем к одному такому финту для обгрыша защитника. Выбираем, допустим, любую ногу. Пусть это у нас будет правая, да. Покатали немножечко мячик вперед-назад. Окей. Почувствовали его. После этого мы с вами делаем следующий прием. Если стоя спокойно с ним знакомиться, мы сначала мяч перекатываем, да, получается, с правой ноги вперед. Затем перешагиванием проводим левой ногой его дальше. И останавливаем. Используется для того, чтобы обыграть защитника при нападении. А теперь давайте непосредственно уже перейдем к удару поворотом. Остановили мячик, да. Удар у нас будем делать как пас, но с самым точным движением. Опорную ножку останавливаете напротив мяча. Мысочек смотрит туда, куда вы хотите ударить. Делаете подшаг, поставили ножичку и ударили поворотом. Валерий, давайте. Давайте. Супер. Отлично. Второй гол есть. И еще один. Оп. Есть. Молодцы. Вот так обычно у нас проходит игра. Хочу обратиться к жителям Москвы. Приходите на наши тренировки. Всему обучимся, покажем. Разные локации. Ждем вас. Приходите на тренировки, а мы после рекламы продолжим разговор про наш спортивный район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова